Штаты продолжают считать себя мировым гегемоном и не хотят верить в то, что однополярный мир закончился, что естественным образом порождает милитаризацию и рост конфликтности. Это огромный плевок был тому обществу, которым прикрываются сейчас некоторые участники этой отвратительной тусовки. И в то же время это удар по власти. Я надеюсь, что власть это тоже четко считала, потому что власть, опираясь на народ, давала и звание, и ордена. Сохранить себя в трудные времена мы можем только в совместном сотворчестве. И пока это у нас будет, в будущем мы можем смотреть с оптимизмом. Лена Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что Новый год начинается с Биалтей. Спасибо. Во-первых, с Новым годом. Вас и все, кто нас видит и слышит в разных городах, странах, континентах. Здоровья и, конечно же, мира. Мира всем нам, в наших городах, селах, опять же, государствах и целых материках. Новый год наступил, но какие из трендов большой политики, на ваш взгляд, будут оказывать влияние на нашу жизнь уже в 2024 году? Ну, я думаю, что не только наступившие, но на ближайшие годы, очевидно, эволюция всей мировой системы. Будет происходить рост конфронтации, нестабильности во всех сферах. Конечно, мы хотим мира, мы стараемся его приближать, сохранять. Но, поскольку мы говорим о серьезных вещах, мы должны это констатировать. Ну, например, усиление конкуренции в высокотехнологичных отраслях серьезно обострит отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Усилится накал борьбы за ресурсы, которые необходимы как раз-таки для производства, например, аккумуляторов, типов и тому подобное. И на этом фоне как раз-таки вот обострение этих гигантов мировых, оно будет очевидным. Например, такой факт, что Китай в 2024 году впервые может стать крупнейшим производителем электромобилей. То есть, да, Штаты и Китай – это главные конкуренты будут в этом году, но пока еще не враги, наверное. Показательно, кстати, что журнал «Экономист», который на протяжении десятилетий давал вполне реалистичные прогнозы, он откровенно признал, что у него нет определенного видения развития мировой экономики в 2024 году. Но точно мы можем сказать, что инфляция будет высокой, что США будут балансировать на грани рецессии, а весь остальной мир будет очень уязвимым. Но это вот очень уязвимым – это прямая цитата из журнала. Конечно, весьма расплывчато, но точно одно, что доля Запада в мировом ВВП, она впервые с XIX века упала до 50%, и, я думаю, даже и будет дальше падать. Тем не менее, несмотря на это, несмотря на рост Азии, Штаты продолжают считать себя мировым гегемоном и не хотят верить в то, что однополярный мир закончился, что естественным образом порождает милитаризацию и рост конфликтности. Но мы хорошо знаем, что выход из всех масштабных кризисов США видели в мировых войнах. На что же еще мы можем обратить внимание в большой политике? Наверное, сложно переоценить результаты выборов в Соединенных Штатах. Многие американские эксперты полагают, что избранный в 2024 году президент США будет руководить страной в момент максимальной опасности, как они это говорят. И речь причем не только о внутренних, но и внешних проблемах, которые очевидны. Опять тот же Китай, ситуация вокруг Тайвань, Ближний Восток, Северная Корея их пугает. Ну, конечно, Россия и постсоветское пространство. Но интересно, что не только в Америке 2024 год является переломным с точки зрения избирательных перспектив. Вообще, этот год избирательный, имеется в виду выборный. Смотрите, в 70 странах пройдут электоральные кампании. На избирательные участки в самых разных регионах мира придут почти 2 миллиарда человек. И общенациональные выборы охватят страны, где проживает более половины населения планеты. Но такого никогда не было. Это исключительное событие в истории. Не говоря о том, что, например, Индия, Индонезия, Бангладеш, Африка станет континентом, где вообще будет самое большое количество выборов. И можно, конечно, с легкостью предсказать, что это посеет тоже определенную смуту. Будут протесты недовольных по итогам этих выборов. А Мексика тоже впервые в истории, может быть, изберет женщину президентом. Фаворитом является бывший мэр Мехико Клауди Шейнбаум Парда. Так что все это в комплексе будет оказывать колоссальное влияние на нашу жизнь. И 2024 год точно не будет легче ушедшего года. Но, безусловно, будет интересным на политические события. Вы знаете, как в одном из романов Агаты Кристи, сыщик Эркуль Паро, сказал, мир становится тяжелым для всех, кроме сильных. А поэтому какой вывод? Нужно быть сильными, чтобы преодолеть все эти вызовы. Ну вот, к сожалению, мы даже где-то и привыкли к тому, что в последнее время, особенно здесь, то там, на планете возникают либо застарелые какие-то конфликты, переходят в вооруженную фазу, либо возникают новые. И, в общем-то, настолько это стало действительно как-то по-плохому привычно, что даже, в общем-то, не сильно и удивляет, когда еще раз где-то что-то подобное возникает. Но в 2024 году где, на ваш взгляд, наиболее опасные точки, где могут вспыхнуть, что называется, эти конфликты? Да, но немножко все-таки издалека начнем, потому что год только начался, и он только вступает в свою силу. Вот 2023 год, по данным Международного института стратегических исследований, он в Великобритании расположен, был самым значимым по количеству конфликтов. Они насчитали почти 183 региональных конфликтов. Мы-то в основном говорим о том, что нам ближе, это, прежде всего, украинский кризис и ближневосточный, а они насчитали аж 183. И они полагают, что это самый высокий показатель за последние 30 лет. То есть эпоха Холодной войны, которой Запад продолжает пугать своих обывателей, на самом деле эта эпоха была самым спокойным временем для планеты. И, конечно, рост конфликтного потенциала, учитывая те события, которые мы уже назвали в этом году, то, наверное, будет возрастать, я так думаю. Потому что, конечно, речь идет о количестве мелких вооруженных конфликтов, потому что, например, сейчас действует более 450 вооруженных группировок во всем мире. Есть среди них крупные, есть мелкие, совсем такого локального значения. Но, тем не менее, вот это отмечается. А это означает рост небезопасности, криминогенности ситуации во всех регионах. Но, конечно, крупные конфликты, они тоже имеют тенденцию к расширению. И мы с вами лично разговаривали неоднократно по поводу того, что, например, Ближневосточный конфликт, он не только связан с противостоянием Хамастам, например, и государства Израиль. Речь идет о том, что в этот конфликт втягивается все большее количество игроков. И параллельно, возможно, и вполне предсказуемо, конечно, и рост региональных и локальных столкновений. А любые конфликты, они порождают, естественно, новые вызовы, например, там, миграционные потоки. А что значит беженцы для Европы, мы тоже хорошо знаем. Достаточно посмотреть на развитие ситуаций в Германии, Франции, в Италии, в Бельгии. То есть это серьезнейшая поляризация общества, это сильнейший удар по социальной ситуации, поэкономическому. И что рождает, в свою очередь, правые силы, рост происходит активный. И, в свою очередь, это формирует какую-то реинкарнацию нацизма и фашизма. И вот это, очевидно, надо учитывать. И нужно к этому быть готовыми. И причем не только развивать свою экономику, но и крепить свою военную мощь. И более того, я уверена, что это нужно делать не только на национальном уровне, но и на региональном. И в этом случае я, прежде всего, конечно, имею в виду усиление значений и функционала УДКБ. Потому что поджимают нас конфликты, особенно с так называемого Южного подбрюшья. И Кавказ, и Средняя Азия – это вполне, так скажем, проблемные зоны, где возможны конфликты. Достаточно в качестве примера привести только в Ферганскую долину, например. Любой запал там может сработать на огромной массе людей. И они придут в движение. И это будет очень тяжело. Поэтому нужно очень серьезно мониторить ситуацию и быть готовыми ее предвосхитить. Не потом уже локализовать, а вот именно предвосхитить. Но если вот так ранжировать, если хотите, по периметру наших границ. Вот вы упомянули Кавказ и Среднюю Азию. Но есть еще Прибалтика и Скандинавия теперь уже, которые вчера еще не учитывались вообще как фактор какой-то опасности. Даже Финляндия, Швеция, Норвегия. То сейчас уже, да, не перестает милитаризовываться Польша. И это беспокоит тоже и нас, и вас, что называется, нас вместе. Насколько важно обращать внимание еще и на эту сторону? Да, когда мы говорим постсоветское пространство, безусловно, мы имеем периметр всех границ. И неоднократно лидеры наших государств, представители силовых структур и сенаторы, и депутаты обращали внимание на то, что вот эта вот милитаризация, которую мы наблюдаем, и агрессивная риторика со стороны и прибалтийских лидеров, и польских, да, она ведет к деструкции любых форм диалога, и она серьезным образом обостряет ситуацию. Но интересный момент, что эти государства уже даже начинают как бы себя вести не просто как сателлиты и члены военно-политического блока самого агрессивного в новейшей истории НАТО, но и пытаются решать свои какие-то национальные задачи. Вот что опасно. А когда вот такие вот мелкие региональные объединения, лимитров, они выходят из-под контроля и вдруг начинают пытаться решать свои какие-то проблемы за счет военных каких-то действий, провокаций, это очень может серьезно повлиять на общерегиональную ситуацию. Они классические провокаторы, вот всю историю они этим занимались. Поэтому здесь нужно, конечно, быть готовыми к разного рода проявлениям. И это всегда держать на острее пера. Ну вот у Александра Лукашенко в конце 23-го года в Питере спросили про западную границу журналисты, на что ему пришлось вспомнить, что и успокоить немного. Я же старый пограничник, так что не беспокойтесь, западная граница будет в безопасности. Но это, знаете, вроде как и к слову, что называется, но на самом деле действительно то, что происходит по западнее нас, очень сильно беспокоит. И тактическое ядерное оружие, которое сейчас есть в Беларуси, конечно, большие надежды на то, что оно как-то охладит очень многих, во всяком случае, с той стороны. Они очень хорошо считывают те сигналы, которые им посылаются. И поверьте, я хорошо знаю, что не очень внимательно оценивают все, что говорит Александр Григорьевич и наш президент. И это действительно очень важно проговаривать в публичном пространстве, вот такую давать островку. Это очень правильно. В уходящем году мы были свидетелями попытки очередной цветной революции в Сербии, близкой нам стране. Ну, близкой по духу, может быть, не так близко, географически хотелось бы. Ну, и провалы. И сами уже потом по итогу представители сербских и силовых структур, первой властей говорили о том, что она шла по белорусскому сценарию. Действительно, если посмотреть все, как развивались события в Сербии и сравнить с тем, как они развивались в Минске в 2020 году, ну, просто один в один. Вот все шаги этих вот революционеров в кавычках. Символика даже одинаковая. То есть даже на это не потрудились потратиться. То есть, ну, только что на сербском написано. А так все один в один. Ну, и по белорусскому же сценарию попытка это провалилась. То есть, сербское государство выстояло. Чем, конечно, мы его поздравляем. Но, на ваш взгляд, как долго еще... Во-первых, что ожидало бы Сербия в случае успеха вот этого переворота? И сможет ли... Как долго еще сможет Сербия противостоять тому давлению Запада, которое, ну, мы все понимаем, оно сейчас колоссальное на них. Ну, прежде всего, надо сказать, что действительно Белоруссия 20-го года научила многих. Властные структуры, кто хотел этот опыт изучить, научила Белоруссия тому, что можно и нужно противостоять деструкторам и откровенным врагам государства. Оппозицию тоже Белоруссия научила тому, как вот организовывать протесты. Вы совершенно правильно сказали, что вот эти вот бесконечные гуляния по улицам, эти пляски, это такое вот обволакивание якобы мирными акциями людей, создание разного рода социальных големов движений. То была Стербия против насилия, это общая коалиция политическая. Потом появились студенты против насилия, пенсионеры против насилия. Все это мы проходили, это все мы хорошо знаем. Но что все-таки в отличие от Александра Григорьевича сделал Александр Вучич, он все-таки пошел на некие переговорные шаги и согласился провести переголосование на 30 избирательных участках. При том, что это Сербия против насилия, сказал, что мы не будем даже присутствовать на этих повторных выборах в качестве наблюдателей, понятное дело, чтобы, скажем, заявить о том, чтобы громче кричать, что наши голоса украли. Действительно показательно, что именно экс-руководитель спецслужбы Сербии Вулин заявил, что это белорусский сценарий. То есть люди, которые профессионально этим занимаются, они очень хорошо это понимают. И он четко зафиксировал, что эти все протесты являются не инструментом давления какого-то на Александра Вучича, ну, допустим, по вопросам Косова или введения санкций против России, а попыткой свержения президента страны изменения курса. Вы говорите о том, что было бы, если бы удалось это реализовать, то это, конечно, в Сербии, учитывая массовые настроения пророссийские и более спокойные отношения к европейской интеграции, новая власть не сразу бы, но, тем не менее, постепенно бы ужесточала такой вот антироссийский курс и постепенно, опять же, не сразу пакетом, но стала бы присоединяться к тем санкциям, которые существовали и существуют в Европейском Союзе, которые введены Соединёнными Штатами, Канадой и другими там, да, западными странами. Так вот, это бы произошло. Возможно, постепенно бы решался вопрос с фактическим, не только фактически, но и формальным признанием Косова. То есть, главное, произошёл бы разворот Сербии в сторону Запада. Вот это было бы очень значимо. А Балканы ведь были и остаются важной стратегической зоной. Там сталкиваются интересы великих держав, не только при чём великих. Это транснациональные компании, национальные государства и так далее. Поэтому, кстати, после начала СВО самое пристальное внимание не только в России и Белоруссии к событиям в Сербии было, но во всём мире. И поэтому та позиция достаточно жёсткая в отношении давления на него занял Александр Вучич. И, конечно, ему крайне сложно. Безусловно, он не может выбрать одно направление политики. Он вынужден защищать интересы своей страны, лавируя. Это связано с историей, географией, с финансовой, с экономической включённостью и так далее. Но, условно говоря, самым большим финансовым спонсором всех проектов в Сербии до сих пор является Европейский Союз. Огромное количество программ существует и так далее. Так что здесь мы должны понимать сложность той ситуации, в которой оказывается участь, и надеяться на его мудрость и рациональность в принятии любых решений. Так что будем следить за этой ситуацией. А вот что касается возможных региональных проблем, то я, конечно, напрямую события, которые были в конце прошлого года, связываюсь с и Республикой Сербской, это часть Боснии и Герцеговины, и с ситуацией в Косово. Потому что в последнем случае там всегда неспокойно, и там очевидная политика на выдавливание оставшихся сербов, чтобы это вообще этнически чистым краем стало. И тем самым демонстрировать, ну а кого вы здесь собираетесь защищать. Это уже полностью земля, заселенная албанцами, хотя это совершенно не является обязательным условием сохранения историчности сербской территории, например, исторической памяти и тому подобное. И в то же время вот Республика Сербская, которая в тесном тандеме идет по многим вопросам с Сербией, и любые трансформации внутри Республики Сербской тяжело отразятся и на самой Сербии. То есть, например, арест Додика, который планировался западными кураторами из-за того, что в Конституции Республики Сербской не существует признания геноцида по войне боснийской 92-95 годов, как бы может послужить основанием для ареста. Вот если это произойдет, то это будет тяжелым ударом не только для Республики Сербской, но для Сербии в том числе. Поэтому нужно всячески помогать нашим союзникам. Я знаю, что у Беларуси есть очень добрые, теплые отношения не только с Александром Вучичем, но и с Милорадом Додиком, и есть различные программы. Может быть, вот в 2024 году имеет смысл, так скажем, их усилить, дополнить, скажем, расширить, потому что это в интересах нас в том числе, своих союзников, надо всегда поддерживать и защищать. Тут не могу с вами не согласиться. Но вот попытка цветной революции в конце года в Сербии, а мы сейчас с вами только что говорили, что полмира, да большая его часть, будет так или иначе проводить какие-то выборы. Из чего можно сделать вывод, что, наверное, таких попыток по миру мы в 2024 году будем наблюдать много? Да, да. Если говорить о возможных региональных деструктивных практиках, отработанных уже, на самом деле те технологии, которые сегодня совершенствуются, они ведь были как раз-таки применены впервые в октябре 2000 года в Белграде, но тогда не было таких масштабных социальных сетей, не было таких возможностей внедрения нарративов. Сейчас это всё присутствует, поэтому, конечно, гораздо быстрее можно влиять на сознание людей. И я думаю, что одним из таких вот взрывоопасных в этом смысле регионов целый континент, это может быть Африка. Более того, там действительно сталкиваются интересы ведущих игроков мировой политики, и Китая, и Соединенных Штатов, и Франции, и России. И поэтому здесь нужно быть очень внимательными и уже заранее работать с теми странами, с представителями тех стран, где будут проходить выборы с точки зрения помощи им в предотвращении каких-либо деструктивных технологий. Вот, в частности, Анна Брнабич, премьер Сербии, поблагодарила публично российские спецслужбы, что они помогли выявить проблемные моменты в организации оппозиционных протестов и указали на такую угрозу переворота. Ну, я думаю, что можно таким образом работать и с другими государствами, в том числе и африканскими. Ну, так, возможно, моя мысль покажется вам наивной, но нельзя ли сделать так, чтобы бумеранг прилетел откуда вылетел? В Штатах-то выборы. Ну да, как в свое время говорили, шутили, что в США никогда не будет цветной революции, потому что именно там расположен госдепартамент, который над всеми цветными революциями и стоит. Но, на самом деле, этот бумеранг уже туда прилетал, и он, естественно, там и тоже будет, я думаю, и не раз, потому что Штаты переживают действительно очень серьезную сейчас ситуацию, и не только там, да, в социально-экономической, миграционной политике, именно в свободе слова, в давлении на нормальные человеческие отношения, которые мы там наблюдаем. Это все вызывает очень серьезное недовольство у населения. Но единственная такая проблема, что в Штатах существует, ну, так скажем, такой физиологический такой термин ожирение сознания в том смысле, что это суперобщество потребления, это общество преимущественно ходячих желудков, которые очень слабо могут оценивать происходящее, рефлексировать по поводу тех или иных фактов. И это требует очень серьезного осмысления процессов. Хотя, конечно, вывести людей можно на улицы, но, опять же, кто это будет организовывать? Вот в чем еще проблема. Какие лозунги, какие цели будут ставить организаторы этих мероприятий? Но, в частности, Rush Today в конце прошлого года выпустил замечательный ролик, посвященный тому, что там вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах. Всем рекомендую, кто еще не видел, посмотреть этот ролик. Но это шутка, конечно. Но, тем не менее, работать нужно со всеми. Ну, пусть думают, что в каждой шутке есть доля шутки. Ну, как бы так. Еще об одном событии, о котором, может, и не стоило бы память о нем тянуть в Новый год, но слишком много тоже. Но я об известной полуголой вечеринке, где были замечены целый список людей, скажем, из тех, кого принято назвать звездами или первого эшелона российской эстрады. Как хотите, формулировки тут уже кому как больше нравится. Почему нельзя все-таки спускать на тормоза подобные события и подобное отношение людей к тому, как они демонстрируют, собственно, свое отношение к своим зрителям, к своим слушателям, вообще ко всем нам? В чем суть технологии оскотинивания? Вот эту формулировку я у вас увидел на Телеграм-канале. Да, я долго думала, прежде чем это написать на белом филине, и поняла, что это действительно технология превращения людей, общества, для которого якобы эти звезды работают, в некое сборище совершенно неразумной скотины, технологии оскотинивания. Почему это нельзя прощать? Вот через несколько дней после того, когда взрыв общественного мнения был невероятный по этому поводу, вдруг некоторые представители этой тусовки отвратительной стали извиняться, хорошо подготовленные тексты. Причем в один день как-то они посыпались все эти извинения. Да, они зачитали на камеру и так далее. Верить их словам нельзя. Извинения не должны быть приняты. Я, например, лично, я не могу их принять. Почему? Потому что любое публичное событие, которое тщательно продумано, организовано, профинансировано, раскручено, имеет очень конкретную цель и смысл для его создателей. Время и место тоже имеют значение. Это такой колоссальный был удар в спину нашим ребятам, которые находятся на передовой, которые защищают наше с вами будущее, в том числе и мир и покой вот этих вот недоделок, которые так себя ведут. И, конечно, это вызвало фантастическое возмущение. Впервые, может быть, за много лет действительно можно говорить было о самостоятельности гражданского общества в России. Именно под общественным давлением вот эти нелюди, они должны были какие-то акции провести. Ну, конечно, доллар мутит разум, и прежде всего они такие слова подбирали, чтобы всё-таки как-то реабилитироваться, и чтобы их не отсекали от финансовых потоков, чтобы им не перестали давать площадки для выступлений и тому подобное. Но важно понимать, почему это всё-таки технология. Потому что на протяжении последних 30 лет просто в Беларуси это в меньшей степени было видно, но у нас это было очень хорошо видно, когда с экранов телеканалов, из радиоприёмников на всевозможных концертах формировалось некое такое омерзительное отношение на самом деле к зрителям, к телу, эти какие-то пляски, эти какие-то скабрезные сцены. Это даже та форма одежды у некоторых звёзд на сцене уже вызывала вопросы. И это происходило, с моей точки зрения, расчеловечивание людей, уничтожалось понятие стыда и совести, с которой любой артист, тем более, когда он называется народным, он выходит на публику. Это огромный плевок был тому обществу, которым прикрываются сейчас некоторые участники этой отвратительной тусовки. И в то же время это удар по власти. Я надеюсь, что власть это тоже чётко считала, потому что власть, опираясь на народ, давала и звание, и ордена. И, конечно, это нельзя назвать никакой травлей. В этих извинениях уже произвучали слова, что якобы травят нас. Общественное возмущение достигло таких масштабов, что люди стали высказывать да, иногда, так скажем, нелицеприятно, иногда грубо своё отношение к этому происходящему. Но вы сами довели людей до такого состояния. Никто не говорит о том, что человек не имеет права на частную жизнь. Конечно, имеет. Он может делать в своей спальне всё, что угодно. Но когда это выставляется на показ, это не напоминает кадры из всяких вечеринок, включая президентов, с гейсом обществом в Соединённых Штатах Америки. Это публичные уроки, на которых представлены вот такие вурдалаки, вот таких же одеяния практически, которые мы видели в соцсетях. И мы видим, к чему это ведёт. Это деградация общества, общественного сообщества. Я против этого, я буду всячески против этого бороться. На самом деле, Елена Георгиевна, я вот сейчас слушаю вас и ловился на мысль, что, например, лет пять даже назад, ну, прошла бы и прошла бы такая вечеринка, все бы там почитали, ну, кто-то поругался бы, может быть, матом на этих ребят. Ребят, ну, ребят. Кто-то бы улыбнулся, кто-то бы сказал, ай, ну, что делать, то и делать, но вот сейчас такая вещь не прокатила. И это общественное возмущение действительно очень широкое. То есть российское общество уже другое. Да, да. Вот я и говорю, что это созревшее гражданское общество, которое может отстаивать свою позицию. И это как раз-таки очень чётко почувствовали люди, как и принимающие решения, потому что много, так скажем, да, было уже сделано. И даже представители коммерческих структур высказали своё отношение и, соответственно, и, конечно, само общество. Это недопустимо, потому что, когда ты читаешь комментарии в основном молодёжи, там, скажем, подростков с одобрением вот этой вакханалии, это говорит о том, что мы можем потерять целые поколения, которые вырастут в такие вот, в омерзительных таких персонажей превратятся. Это нельзя допустить. Есть определённый предел, границы, которую нельзя переступать. Никогда. А тем более, когда ты находишься в состоянии гибридной войны с половиной мира, с самыми сильными государствами, которые пытаются тебя уничтожить, не только на поле боя, это у них не получается, но и изнутри. И поэтому я считаю, что вот этот посыл, который был сделан, это типа того, что здесь есть в России те, кто готов служить Западу. Мы ваши. Мы ваши слуги, слуги сатаны. Кстати, на передовой ребята написали потрясающую песню практически на другой день, которые характеризовали происходящее как балл сатаны. И не случайно одна из организаторов, главный организатор, это Веричеринга, она же главный редактор журнала «Плейбой». А для чего она это делала? Для того, чтобы потом наснимать вот эти кадры и выложить в «Плейбой» и показать, как здесь ждут вот этот вот уже полностью развращенный Запад, вот это нельзя допустить. И поэтому такая и была реакция. Реакция здорового общества, ну, как мне кажется, во всяком случае, может быть осторожной. Это говорю очень пока что, во всяком случае, потому что, ну, вот мы сейчас с вами как раз свидетели того, как вот это вот здоровье, оно берет вверх, если хотите, и берет вверх в правильном смысле. Наговорили с вами столько и про конфликты, и про цветные революции, и про всякие потрясения, которые, ну, так или иначе, придется нам пережить. В этом году ты, наверное, не только в этом, но а что у вас, как у политического аналитика, политолога с большой буквы, это не только мое мнение, вызывает все-таки оптимизм в этом 2024 году? Мне кажется, что оптимизм присущ тем, кто стойко и мужественно переносит все тяготы и лишения. Ну, это почти прямая цитата из Устава вооруженных сил СССР. Наши страны и народы в очередной раз в истории убедительно показали всему миру, что сломить нас невозможно. И мы можем с полным основанием повторить строки из марша энтузиастов. Нам нет преград, ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака. И действительно, беспрецедентные в истории санкции, которые были введены против наших стран, мы преодолели. Например, российская экономика, согласно помощнику президента Российской Федерации Максима Орешкина, стала крупнейшей в Европе. Она дышит в спину Японии, как он сказал, претендуя на четвертое место в мировом рейтинге. Понятное дело, что цифры цифрами, наполнение надо смотреть, но тем не менее, это тоже показатель. И возникает новый климат в мире, на интеграционных площадках формируются новые возможности, новые альянсы, и во всем этом участвуют Россия и Беларусь. И вот, если мы посмотрим на последнюю неделю 23-го года, то она была насыщена политическими событиями. 25 декабря в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Итоговая декларация, посмотрите на даты, это очень показательно в наше неспокойное время, содержала планы до 2030-го и до 2045-го года. И, как совершенно верно сказал Александр Григорьевич, мы самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы без переводчиков, и самое главное, не имеют такого единого экономического пространства. И, конечно, объем взаимоторговли вырос, это тоже вселяет оптимизм, причем вырос вдвое. Но важным достижением стало еще что? Вступление в зону свободной торговли с Ираном. Это почти 90 миллионов человек, которые могут быть включены в вот эти вот процессы. И, конечно, одно дело подписать, другое дело практическая там уже реализация, но, тем не менее, это уже понятные направления. Поэтому, конечно, это вселяет оптимизм. На следующий день в том же Санкт-Петербурге состоялась традиционная, уже традиционная неформальная встреча глав государств. Почему важна неформальная встреча? Потому что в культурной обстановке, а ведь были, лидеры посетили и Старка Село, и Петергоф, и ансамбли пели для наших лидеров. На культурном, богатом, историческом фундаменте, который объединяет нас всех, было показано вот это вот единство. А в неформальной обстановке очень важно общение лидеров. И что показательно, что Ильхам Алиев, который тоже прибыл на это мероприятие, не только тепло пообщался с нашим президентом, но и поздоровался со всеми, в том числе с Николом Пашиняном. И это была первая такая вот публичная встреча после известных событий. И они даже сидели рядом, когда слушали рассказ по экскурсии. То есть главный посыл, несмотря на все происки врагов, сохранение и укрепление тесной связи международными СНГ, развитие дружбы и добрососедства неизбежны. Выжить, выжить, сохранить себя в трудные времена мы можем только в совместном сотворчестве. И пока это у нас будет, будущее мы можем смотреть с оптимизмом. Ну, будем так и делать. Спасибо большое, Елена Георгиевна, за этот разговор. И еще раз с Новым Годом. Всего самого хорошего. Уже в новом 2024 году. до встречи, новых встреч в этом Новом Году. И всем зрителям, слушателям Белта я желаю только успехов новых встреч, открытий, новых свершений и, конечно, мирного неба над головой, которые мы всячески, в том числе, при помощи работы журналистов, приближаем. Редактор субтитров А.Семкин